Газетные заголовки пестрят сообщениями о скором подорожании гречки. Что это? Продовольственный кризис или хитроумный маркетинговый ход? Разбираемся с экспертом Казанского университета. Повышение цен на гречку не новость. Ее стоимость резко взлетала в 2016 году и оставалась высокой с начала пандемии коронавируса. Интересно то, как подают информацию в СМИ. Заголовки приравнивают традиционное подорожание крупы к федеральному бедствию. Чем так дорога гречка сердцу и кошельку россиян? Гречка это традиционный для России продукт, который мало производится в других странах. И, соответственно, недостаток гречки на нашем внутреннем рынке не может быть компенсирован за счет импорта. Как это делалось бы, например, с рисом или картофелем или еще чем-то. И цены взлетают. Хороший урожай гречки, наоборот, приводит к снижению цен, что мы наблюдали многократно в течение последних лет. На этот раз скачок в 10-20% затронет гречку, овсянку и хлопья с ноября. По словам производителей круп, себестоимость старой стала дороже более чем на 100%. Сказался и неурожай в Алтайском крае, где за год цена на гречку выросла с 57 до более 80 рублей за килограмм. Мы расцениваем эту ситуацию как потенциально опасную из-за ее влияния на инфляционные ожидания. Напомню, инфляция существенно ускорилась из-за более скромного урожая овощей, а также роста издержек в животноводстве. Мясо, молоко, овощи – это так называемые товары-маркеры. Заметный рост цен на товары-маркеры даже при небольшом их весе в потребительской корзине может разогнать инфляционные ожидания. Какой бы ни была следующая цена на гречку, развалить экономику ей не удастся. А вот разводимая среди населения паника может оказаться удачным маркетинговым ходом, считает эксперт Казанского университета. Продавцы заинтересованы в высоких ценах своего товара и не гнушаются различными способами подогрева потребительского ажиотажа, в том числе и распусканием слухов. Поэтому важно правильно фильтровать информацию и не создавать очереди в магазинах. Ариатна Кугушева, Универньюз.